Друзья, всем привет! С вами Евгений Соловьев. Знакомьтесь, это Jayco J7. Продажи этого кроссовера в Китае стартовали буквально недавно, в августе. Но там он продается, конечно же, под другим брендом. Он называется Cherry Tanso O6. У нас же влезен в отдельный суббренд Jayco, у которого пока что только вот одна модель. Спросите вы, зачем еще один суббренд Cherry? Потому что и так уже там есть и Amoda, и Exit, и G-Tour. Вот теперь еще Jayco, тем более, что здесь всего один автомобиль. Ну, давайте попробуем разобраться. Во-первых, Amoda это такие, конечно, автомобили стильные, скорее более молодежные. А что такое Jayco, я пошел разбираться на их сайт непосредственно. Первое, что я вижу, опять же пишут, что он стильный, но брутальный. И я такой задумался, так, стильный, брутальный, а там просто стильный. Ну и как бы, и зачем? Но когда начал дальше уже изучать этот вопрос, то выяснилось, что все-таки этот автомобиль позиционируется в архетипе искателя, в архетипе героя. То есть примерно так же, как Land Rover Defender. Только Defender, как вы понимаете, создан для того, чтобы ездить куда-нибудь в грязи. А это все-таки, в первую очередь, городской кроссовер. И несмотря на наличие полного привода, ну или вернее модификации с полным приводом, все-таки это скорее городской автомобиль, либо для езды по снежным дорогам. Поэтому, видимо, Джейку, ну или те брендмейкеры, которые создавали бренд Джейку, они немножечко поскромничали и опять ушли куда-то в сторону стиля, в сторону любовника. Но это я уже на нашем, на профессиональном языке. Вы сразу же подумайте, так, на что этот автомобиль похож? Да, конечно, он похож на Land Rover. Почему он похож на Land Rover? Да, потому что Land Rover вместе с Chery разрабатывал платформу, на которой он собран. Называется T1X. В общем-то, Chery, те же самые кроссоверы, построенные на этой же самой платформе. И поэтому, казалось бы, у Land Rover взаимствовали какую-то вот такую вот стилистику. Но! Я пошел дальше. Вчера я пошел гуглить, смотреть, и все меня не отпускало. Думаю, на что-то он похож, вот на что-то он похож. И когда на сайте Джейку я увидел, что они поддерживают две хоккейные команды, это СКА, ну вернее два Куба, да, и АК Барс, я такой думаю, опаньки, а кто у нас очень любил поддерживать хоккей? И был спонсором чемпионата мира по хоккею, ну, конечно же, Шкода. И тут я вспомнил, что Шкода в прошлом году презентовали пока еще прототип, который называется Vision 7S. И вот, когда я смотрю на эту машину, я понимаю, что Шкода, реализовав серийный автомобиль на этом прототипе, могла сделать точно такую же машину. Спереди все то же самое, узкие сверху фары. Вот эти два сегмента фар снизу. Вот точно так же, как вы понимаете, когда прототип превращается в серийную машину, он не остается точно такой же. Поэтому, не наоборот, упрощается чем-то, да, и поэтому Шкода могла выглядеть вот именно так. Если вы посмотрите сзади, все то же самое. Очень похожий силуэт, такая вот здесь парящая крыша, точно так же вертикальные вот такие вот элементы и узкие горизонтальные фары. Ну, чем не Шкода, согласитесь? Кстати говоря, раз мы коснулись хоккея, то смотрите этот выпуск до конца, потому что два счастливчика пойдут на хоккей абсолютно бесплатно. Но подробнее я об этом расскажу ближе к концу ролика, поэтому не перематывайте и не переключайтесь. Итак, автомобиль у нас искательский и проявляется это в двух ипостасях. Ну, во-первых, он весь из себя цифровой. Но об этом мы поговорим, когда придем туда вот внутрь в салон, посмотрим на мультимедиа, на все остальное. Пока что я вот так туда загляну, вот, но покажу все позднее. Ну, даже внешне, если посмотрите, оптика какая-то такая она вся, даже пиксельная отчасти, да, спереди вот эти дыхошечки такие. И даже цвета у него необычные. Есть такой вот зеленый, который, опять же, напоминает очень сильно прототип Vision 7S. Есть вот этот цвет, он не просто серебристый. Сейчас мокрый, дождь, я не знаю, мне вам не показать, но он, на самом деле, переливается на солнце и имеет совершенно разные оттенки. Выглядит круто. Ну, это просто надо, друзья, смотреть вживую. Что по технике? По технике очень интересно. Под капотом хорошо знакомый нам 1.6 TGDI. Но он не задушенный. 186 лошадиных сил, 275 ньютонов крутящего момента. То есть вот такой, как он есть в Китае, ровно такой его к нам наконец-то поставили. Коробка передач 70300. То есть это гитраковский робот с двумя сцеплениями, преселективный, который очень хорошо работает, очень быстро и отлично, кстати говоря, с этим двигателем вместе функционирует. Об этом я также расскажу вам позднее. Полный привод реализован точно так же, как у Cherry Tigre 7 Pro Max AVD, либо как у Amode C5 полноприводные. То есть с помощью муфты разработаны совместно ZF. Привод неплохой. И, в общем-то, на нем действительно можно куда-то попробовать съехать с дороги. А, ну, для тему этого ездить вообще просто замечательно. Клиренс 186 миллиметров. Ну, в целом, совсем неплохо. Выше, чем у Кодиака. Съехать с дороги на нем вполне себе можно. Колеса бывают 18-е и 19-е. Никаких излишне больших дисков не существует. В общем-то, конкретно у этого автомобиля 235-50 R19. Друзья, давайте посмотрим на оптику. Сверху у нас вот эта пиксельная история. Это одновременно и габариты, и ДХО. Давайте я включу сначала просто зажигание. И они зажгутся как габариты. Если же я заведу двигатель, то они зажгутся как ДХО. То есть станут просто ярче. Ближний свет реализован вот таким вот образом. Это линзованная секция, которая находится сверху. А нижняя секция – это дальний свет. Давайте его включим. И вот так вот он выглядит. Ну и также у нас есть противотуманные фары. Находятся они вот здесь вот в бампере. Сзади также у нас линзованная оптика. Светится такая вот полоса через всю корму. В общем, это как сегодня это модно. При приближении к автомобилю ручки открываются самостоятельно. После чего можно открыть автомобиль. Что же делать, если ручки не открылись? Давайте посмотрим. Допустим, они сломались, либо замерзли. Хотя, если обычная дверь замерзнет, если прям вот нальет кучу воды и все это каким-то образом на морозе замерзнет, то вы ее тоже не откроете. Блин, ну вот здесь, в общем-то, проблемой никакой с этим быть не должно. Но на случай чего есть такой вот аварийный режим. Вот так вот нажимаем, вот так вот вытаскиваем ручку. И вот там вот есть личинка. И можно дверь открыть с помощью ключа. Кстати говоря, бесключевой доступ только на водительской двери. Вот видите, на пассажирской его нет. А вот на водительской он есть. А сейчас я вам покажу немножечко более. Если помните, когда я Чинган тестировал, там была морда весь, один большой сплошной пластиковый элемент. И в случае чего она вся страдала. Здесь, слава богу, решетка у нас отдельно, но тем не менее, вот так вот это работает. То есть, если вы сюда приедете, то, скорее всего, вот эту всю пластиковую накладку менять придется целиком. Давайте заглянем, посмотрим, как это из-под капота выглядит. Капот открывается двойным нажатием. И, естественно, у нас есть пневмоупоры. Автомобиль не очень дешевый. Есть шумоизоляция. Здесь все красиво. Кстати, обратите внимание, что все время улучшается. Здесь уже появились клипсы вместо саморезов, да, как это было в Черри. И нет этой плиты, которая закрывает двигатель. Непонятно, что с ней делать. Каждый раз либо вообще выбрасываете эти окошечки, либо каждый раз эту плиту снимаете. Здесь вот двигатель доступен. Пожалуйста, можно его обслуживать. Все выглядит чистенько, аккуратненько и красивенько. Ну, а вот туда вот заглянуть под телевизор и посмотреть, что же именно у нас вот так вот болтается. До какого момента. И где там находится, насколько далеко находится усилитель бампера. К сожалению, не предоставляется возможным. Но эта штука мне, конечно, не нравится. Давайте заглянем в багажник. Это я его открыл с ключа. Вот так у меня здесь лежат вещи. Как вы видите, багажник абсолютно небольшой. 475 литров, по-моему, я выведу, если я ошибаюсь. То есть здесь есть такие вот полочки. Здесь какой-то кармашек. То есть уже какой-то прогресс идет. Розетка из 12 вольт. Крючочек с одной стороны и с другой стороны. И вот здесь какие-то петли. То есть уже идет прогресс. Заглянем вниз. Здесь у нас запаска. Если посмотрите, видите, как она лежит. Вот там вот снизу, к сожалению, такое же ведро, как и в черри седьмом полноприводном. Но могу сказать, что когда здесь лежит запаска, вот это все, это просто мертвая конструкция. Намертво здесь все приделано. Можно на эту тему не переживать. И вот такие вот также небольшие отделения. Вот это вот часть багажника. Она вынимается, полка. И вот так вот встает сюда вторым ярусом. Зачем это сделано, не очень понятно. Потому что здесь у нас остается запасное колесо. Ну, в принципе, вот сюда можно положить что-нибудь, какие-нибудь яйца или еще что-нибудь. Вот в эти кармашки. Ну, в общем, короче говоря, такая возможность, к счастью, есть. Заглянем внутрь. Ну, что, друзья, напоминает Landroyer? По-моему, очень даже напоминает. Вот такие вот сидения. Сначала потому, что они сломающиеся подголовниками. Но нет, сидения с обогревом, с вентиляцией, с регулировкой поясничной опоры не только вперед-назад, но еще и вверх-вниз можно ее двигать. А вот угла наклона, к сожалению, здесь нет. Зато достаточно длинная все-таки подушка. И это, конечно, плюс. Музыка Sony играет неплохо. И вот дизайн такой вот, конечно, Land Rover. От Land Rover, как мне кажется, в таком его стилистике. Мягенькие вот эти все приятные на ощупь вещи. Вот это очень приятно на ощупь. И атмосферная подсветка. Ну, в общем, в этом плане, конечно, здесь красота. Горизонтальная консоль двухэтажная. Снизу у меня лежит Android Box. А верхний этаж выглядит таким вот образом. Педаль газонапольная, то есть, явно не сэкономили. И это, кстати, очень здорово. И вот такая вот площадочка отдыха ноги водителя. Как видите, сиденье само отъезжает и приглашает меня внутрь. Давайте заводить автомобиль. Потому что очень влажно, мокро. Я вот сейчас выгляжу вот таким вот образом. Надеюсь, сейчас быстро высохну. У нас есть шторочка. Ну, и, соответственно, панорамная крыша. И люк, который сейчас мы открывать точно не будем. Интересно, что подголовники, хоть они не ломающиеся, но они изначально немножечко подсломаны, скажем так. Ну, в хорошем смысле слова. То есть, когда голову так на бок кладешь, то ей есть во что упереться. Поэтому где-нибудь на парковке спать вот так будет гораздо приятнее, чем с обычными подголовниками. Руль немножечко отличается от всего, к чему мы привыкли. Сразу же написано GQ. И интересно, кнопок минимум. Вообще минимум. Кстати говоря, они выглядят как будто бы они сенсорные, но нет. Это настоящие кнопки. Вот они нажимаются. Да, элемент продавливается. Крюс-контроль адаптивный. Включается и выключается одной кнопкой. И вот этот джойстик, по сути, используется как рез, сет. Ну и, соответственно, менять скоростные режимы. Справа тоже кнопка программируемая. Голосовой ассистент и управление громкостью и треками. Вот такой вот минималистичный дизайн. Точно так же, как минималистичная приборная панель. Выглядит по цифровому, по компьютерному, что неудивительно, так как все-таки у нас автомобиль для искателей. Давайте посмотрим на панель целиком. Простите, заливает дождь. Хорошо я на улице успел все отснять. Вот такая атмосферная подсветка. В общем, салон очень стильный. Прям очень. И вот такой огромный планшет. Прям как в Тесле. Вот так вот все это масштабируется. Выглядит таким гигантски. Ну, понятно, что можно разные режимы отображения делать. Например, выглядит так. Сюда же можно вывести Apple CarPlay. Я сегодня с ним ездил. Ну, а если я хочу, например, прибавить или убавить температуру, здесь, если посмотрите, нет никаких ни ползунков, ни кнопочек, ничего. Чуть позже вернемся, посмотрим, что есть вообще на гранатальной консоли. Но никакого управления климатом, за исключением включения и выключения кондиционера, нет. Но даже если я, например, выключу кондиционер, стало потише, здесь ничего не поменялось. Включим его обратно. И здесь опять ничего не поменялось. То есть нам нужно что сделать? Нам нужно перейти вот таким вот образом в общий режим. И здесь я могу только уже управлять климатом. То есть из CarPlay, либо из Android Box, к сожалению, это делать не шибко-то и удобно. Но если вы вызвали сам климат, то управляется. Он уже достаточно просто, удобно. Все достаточно крупное. Конечно, никаких тактильных ощущений вы не получите, но ко всему привыкнете. Кстати, вот здесь есть обогрев лобового стекла. То есть полный зимний пакет у нас здесь присутствует. Есть ионизатор воздуха. То есть можно очистить воздух. Тоже достаточно классная функция. Вот таким вот образом регулируется температура. Климат-контроль, как вы понимаете, раздельный. Ну и, в общем-то, вот сама мультимедиа. Навигация. Кстати, навигация есть своя. Вот это ее встроенная навигация. Кроме CarPlay ей можно пользоваться. То есть она вполне себе работает, в отличие от многих автомобилей. Ну вот здесь какие-то основные моменты, которые можно запустить, посмотреть. Но нас, наверное, больше интересует какое-то меню. Настройки. Как в Тесле практически есть огромное количество всего. Можно все это настраивать, выбирать, разбираться. Думаю, что у нас уйдет очень много времени на это. Поэтому мы не будем этим заниматься. Да, вот режимы подсветки. Ну, в общем, короче говоря, так-то, в принципе, штука интересная. В общем, как вы это называете? Планшет на колесиках. Этот автомобиль действительно планшет на колесиках. Знаете, что еще интересно? Смотрите. Да, выход, конечно, кажется, так надо делать. Центр управления автомобилем. Быстрые параметры. Вот здесь регулировка высоты фар. То есть, к сожалению, корректор ручной. Да еще и где-то в меню спрятан. Быстро поправить и вспомнить про него просто даже не получится. Что действительно меня потрясло, это когда включаешь задний ход. Кстати, можно никаких кнопок здесь нет. Просто дернул джойстик и все. Открывается вот такая вот картина. То есть, смотрите, это камера заднего вида. Она сейчас немножечко намокла, потому что идет дождик. Это автомобиль у нас сверху. И все это одновременно видно. И оно все огромное. Я вот сегодня, когда выезжал из дилерского центра, это просто кайф какой-то нереальный. То есть, можно по зеркалам вообще не смотреть. Вот здесь, видите, разные режимы есть. Можно просто ехать чисто по камерам. Вот, и вот, если я руль кручу, да, вот оно все есть. Смотрите, какой фигурный пилотаж я вытворяю на парковке, объезжая конусы. Не глядя ни в зеркала никуда, глядя только на камеру. И все это при счете того, что камера грязная, заляпанная. Я только что ездил по дождю. Смотрите, какой фигурный пилотаж. Если, друзья, мы нажмем меню Home, то вот такой вот у нас будет рабочий стол. Вероятно, им можно как-то управлять. Сегодня у нас короткий тест-драйв, поэтому я не буду какой-то супер-пупер делать большой обзор, во всем этом разбираться. Единственное, что обращу внимание, что есть Apple CarPlay, а вот Android Auto я прямо вот здесь так вот не вижу. Что я могу для вас делать? Запусти Android Auto. Я еще не обладел этим навыком. Ты же даже не услышал меня. Давай заново. К сожалению, я еще не обладел этим навыком. Так. Android Auto запусти. Извините, я не могу вам в этом помочь. Ну, в общем, короче говоря, пока что странно, но как минимум иконки такой я не вижу. Посмотрим на горизонтальную консоль. Есть два места под мобильник, а-ля как в Амоде, только здесь они горизонтально, а не под углом расположены. И, соответственно, это место зарядки. В общем, зарядка и быстрый, действительно быстро заряжает телефон. Это здорово, круто. Вот такой вот стильный, просто очень стильный, брутальный. Селектор, переключение, передач, ну, вернее, драйв, реверс, нейтраль, ну, либо ручной режим, если хотите, плюс-минус есть. И, соответственно, паркинг. Ну, выглядит по-зверски, нет никаких кнопок, ничего не надо нажимать. Туда толкаешь заднее, сюда переднее, паркинг кнопочкой. Здесь есть обогрев заднего стекла, включение-выключение мультимедиа. Давайте нажмем, да, вот она выключилась. В общем, какая-то такая кнопка рядом. Включение-включение кондиционера, при этом даже не открывается у нас. А, о, у нас даже открылось меню, ничего себе. Потому что, если вы, например, находитесь в режиме, вот такой вот, в данном случае, у Android Box, и нажмете эту кнопочку, то ничего не произойдет. Вот он выключился, вот он включился. А выйти в меню, увидеть климат можно только вот таким вот образом. Быстрый доступ к обогреву сидений. Если же мы хотим вентиляцию, то нужно все-таки идти, опять же, в меню климата. Здесь выбирать сидение, вентиляция. Вот она у меня была включена, выключилась, потому что я машину глушил. Включить ее обратно. Кстати говоря, подогрев, вот есть задних сидений. Это, наверное, очень хорошо. Шайба, переключение режимов. Методом поворота она переключается. Есть режим комфорт. Режим спорта. Спорт. Режим снег. Режим грязь. Ну, я не буду дублировать. Режим песок. Режим безоружный. Режим этап. В общем, короче, режимов на все случаи жизни, так что выбирайте тот, который вам нравится, и пробуйте выехать. Оттуда, куда вы заехали. Ну, либо используйте нормальный, спортивный и эко, где-то на трассе, либо в городе, для того, чтобы получить соответствующую программу управления двигателем коробкой. Еще у нас есть подстаканники, красивые, с зубчиками, подлокотник, который, конечно же, не регулируется, но открывается. Здесь такая вот бархатная, приятная. Есть коробочка, которую можно вытащить, и там, видите, он у нас, во-первых, есть охлаждение, да, от кондиционера морозду гнать, ну и достаточно глубокий. Ручки только вот такие вот над дверью. Кстати говоря, водителя ее лишили, и даже очечник туда не поставили, очки убирать, если что, некуда. Но в Питере-то особо и не надо. Вот такое, зато зеркало огромное, вот с такой подсветкой. И пассажиры, я думаю, тоже не обделили, да, здесь все то же самое. Вот так как нет никаких ручек, да, вот на торпедо, здесь нет, ну, знаете, как держаться там в внедорожниках, здесь есть такой вот крючок. Написано 3 килограмма. Можно сюда повесить и ехать. Дождик вроде бы подутик, давайте я быстро перескочу на задний ряд и посмотрим, что там. Вот так вот все выглядит. Конечно, я вышел из машины, сразу же пошел дождь, поэтому показываю вам очень быстро. Здесь есть подлокотник с подстаканниками, естественно, нет никакого лаза в багажник. Зато сиденья раскладываются 2 трети к 1 трети. В общем, нормально раскладываются. Никаких регулировок, ни вперед-назад, ни по углу наклона здесь нет. Но места, в принципе, давайте сядем, посмотрим. Угол наклона спинки вполне себе комфортный, можно на дальняк спокойно ехать. Место, ну, вот сам за собой я сижу. Ну, в принципе, ну, не то чтобы супер много, но, на мой взгляд, вполне себе достаточно куда-то поехать на дальнее расстояние можно. Сзади есть обогрев сидений, 2 розеточки Type-C, Type-A и, соответственно, вот такая вот небольшая ниша. На этом все. На сайте написано, что здесь все очень хорошо с оцинковкой. Давайте не будем верить на слово и проверим. Берем толщиномер. Ну, дверь, понятно, что оцинкована. 140 микрон, что-то нормальная толщина краски. Интересно, вот это вот место. 113 микрон, оцинкована. Крыша, крыша оцинкована. 95 микрон, оцинкована. Ничего себе, даже крыша оцинкована. Ну, стойки-то. 95 микрон, оцинкована. Но двери внутри-то точно не оцинкованы? И проемы. Ну, давайте посмотрим. Оцинкованы. И двери оцинкованы. И двери оцинкованы, ничего себе. А под капотом-то оцинкованы. Оцинковано Так, а здесь? А вот здесь не оцинковано Ура, нашли! Кстати, обратите внимание, в этом автомобиле 7 подушек безопасности То есть есть в том числе подушка безопасности колен водителя Друзья, информация о конкурсе Хоккейный сезон начинается ИСКА стартует в регулярном чемпионате КХЛ А в ноябре двое из вас Смогут посетить игру и поболеть За любимую команду Такую возможность предоставляет спонсор этого выпуска Который предоставил мне данный автомобиль на тест-драйв Конечно же, речь про Джеку Центр Сигма Это флагманский дилерский центр Джеку В Санкт-Петербурге, который находится По адресу Петроградская набережная Дом 30 Что нужно сделать для того, чтобы принять участие в конкурсе? Все очень просто Нужно вступить в группу ВКонтакте Сигма Джеку Найти этот самый пост Поставить ему лайк и написать какой-нибудь комментарий А 17 октября случайным образом Сигма выберет двух победителей Всем желаю удачи Ну а мы продолжаем Цель обозначена Прямо 4 километра Что, друзья, пришло время поездить на этом автомобиле Посмотреть, насколько он хорош в движении Очень удобный джойстик Мне нравится, что просто его дернул И все, не нужно ничего изобретать Ничего придумывать В общем-то, на ходу этот автомобиль мне достаточно уже привычен и знаком Потому что здесь все те же самые узлы и агрегаты Что и у Черри Тига 7 Pro Max полноприводного АВД А это означает, что эта машина достаточно неплохо рулится Ну, может быть, хотелось бы руль поспортивнее немножечко Но, опять же, это на любителя А дайте попробуем включить Спортивный режим Вот у нас режим спорт Давайте посмотрим Двигатель сразу начал реветь Да, и руль чуточку стал потяжелее Ну, а это, что называется, на любителя В целом он нормальный, он не синтетический То есть можно им вполне себе пользоваться И даже вот так вот немножечко хулиганить Двигатель отзывчивый Опять же, как я сказал, 186 лошадиных сил, 275 ньютон метров Отлично он работает вместе с коробкой У меня к ним вообще никаких вопросов нет Слово совсем В подвеске у меня так же никаких вопросов нет Еду по ямам Ездил сегодня по лежачим По всему все прекрасно Все доведено до ума Здесь как бы все замечательно Ну, давайте попробуем тормознуть на мокрой дороге Слушайте, ну, в принципе, нормально, что? Машина отлично рулится Отлично работает коробка Быстро все подхватывает Отлично реагирует на газ Ну, опять же, начнешь писать, что я какие-то там эмоции лишние даю Ну, действительно, мне очень нравится, что в Тиге 7 Pro Max EVD Что у этой машины Мне действительно очень нравится, как работают узлы и агрегаты Как они связаны И как ты чувствуешь себя во время движения в этом автомобиле Ну, вот прям все нравится Не знаю, друзья Говорите, что хотите Меня, честно говоря, очень убежает, когда там кто-то пишет, что что-то проплачено, еще что-то Никогда не торговал своим мнением и никогда торговать им не буду Вот так вот В ролике есть реклама Да, полезная для вас, между прочим, потому что вы сможете Выиграть в конкурсе и сходить бесплатно на хоккей Я считаю, это вообще очень круто, очень полезно Про машину рассказываю ровно то, что думаю И ровно то, как я ее ощущаю Давайте попробуем еще раз резко остановиться Слушайте, да неплохо, кстати На дороге стоит отлично По лежащим ездит отлично По ямкам ездит отлично Ну, честно сказать, мне кажется, что это очень удачная связка Получилась у Chery В данном случае у Jack'у И я думаю, что они дальше будут ее эксплуатировать По идее, так как здесь двигатель чуть мощнее, чем в Tigre 7 Pro Max EVD То, по идее, эта машина должна быть порезвее Так, в ощущениях это не чувствуется Я вам не могу сказать, что она прям резвее Разгон я попробую замерить Но есть одна проблема Идет дождь и мокрый асфальт Полный привод, может быть, здесь, конечно, что-то и вытянет Но объективного какого-то результата Объективного достаточного К сожалению, мы сегодня с вами не получим И остается нам надеяться на те данные, которые производители указывают Как мы знаем, Chery все время указывает данные Либо больше, либо меньше Непонятно, что ими движет В общем, здесь какой-то великий рандом работает Скажем так Итак, лучшее время у меня получилось 9.84 Очень мокрый асфальт Очень долго машина стартует Себя бережет Явно работают у нее всякие системы и все такое Поэтому, в общем-то, и неудивительно Хотя реально получилось на полноприводной версии На секунду практически дольше, чем нам обещают Обещают 8.9 Получилось 9.8 Цифры перепутали местами Вполне возможно, что на сухом асфальте машина поедет и лучше Еще хочу сказать про ассистента Ассистентов здесь немерено Просто огромное количество Работает отлично Прямо меня порадовало Адаптивный круиз-контроль прекрасно работает На экран, который перед глазами водителя Выводится информация обо всех автомобилях, которые вокруг Причем выводится достаточно точно, достаточно четко Показывается работа всех датчиков Какой датчик, какой автомобиль видит Кстати говоря, здесь достаточно какой-то крутой, серьезный процессор Восьмиядерный И поэтому быстро работает очень центральная мультимедиа И мультимедиа, которая заменяет приборную панель Вопросов никаких, в общем-то, к этому нет Наверное, приборная панель, ну, может быть, считается плоховато Потому что это, знаете, как компьютер Да, это как вот мобильник поставить, только большой какой-то Еще, кстати говоря, здесь есть классная опция Это проекция на лобовое стекло Которая показывает, как адаптивный круиз-контроль Остаток топлива и показывает текущую скорость Крупно, ярко, удобно, классно, здорово Когда включаешь поворотник, естественно, у нас включается весь экран И показывает автомобиль, опять же, и сверху, и сбоку, и везде И, кстати говоря, обратите внимание, что поворотники не настолько бесючие Как в некоторых моделях Cherry и Amode Здесь, мне кажется, плюс-минус он, наверное, такой же, как в Tiggo 7 То есть более-менее вменяемый Его можно слушать Мой слух, по крайней мере, от этого не страдает Огромные зеркала С обстроенным контролем слепых зон Все видно, какие машины вокруг Тоже в этом плане Все замечательно Чего не скажешь о зеркале заднего вида салоном Потому что где-то там, вдалеке Крохотное окошечко И, честно говоря, даже не знаю, что это дворник Потому что его не очень-то и видно Друзья, давайте поговорим о ценах Есть два принципиальных различия Вы берете автомобиль с передним приводом, либо с полным И в том и в другом случае двигатели, коробка передач будут одинаковые Двигатели алюминиевым блоком с чугунными гильзами 1.6 ТГДИ Турбированные, 186 л.с, 275 Нм И 7, 10, 300 преселективный робот Коробка передач И там, и там будет Но если вы берете полноприводную версию То, соответственно, будет у вас муфта ZF Будет карданный вал И машина в целом будет поинтереснее Будут разные внедорожные, опять же, режимы Что касается комплектаций То для передней приводной версии Есть три комплектации И две комплектации для полноприводной Самая цена начинается, скажем так, от 3 миллионов рублей И самая топовая комплектация Начинается от 3 миллионов 400 тысяч с копейками Дорого или дешево, смотрите сами В данном случае я просто вам обозначаю ценник По сегодняшним меркам, наверное, не так уж, чтобы супер и дорого Тем более, что машина действительно, на мой взгляд, достаточно интересная Понятное дело, что не всем зайдет вот эта вся компьютерная история И то, что даже для климата нет даже сенсорного Ни какого-то возможности отрегулировать его Да, все только в планшете Кому-то, наоборот, зайдет Как я уже сказал в начале ролика Это автомобили для искателей Для исследователей Для тех, кто стремится к каким-то инновациям Кому это интересно Для людей, кто предпочитает Что-то какие-то более консервативные решения Этот автомобиль, боюсь, что не подойдет С точки зрения дизайна Этот автомобиль действительно выглядит стильно По-современному, брутально Но брутальность такая, опять же, современная Типа как у Land Rover Defender современного То есть не того старого Кандового А вот именно современного Кому нравится, супер Но мне нравится С точки зрения дизайна Ну и вообще, я слышал много разных отзывов С точки зрения дизайна, по-моему, никто еще не говорил Ничего плохого В этом автомобиле все действительно Весьма-весьма хорошо Ну, слушайте, в целом я считаю Что это то самое поколение китайцев Вот сейчас идет Которое, в принципе, можно уже покупать Совершенно смело И все комментарии мне вот когда пишут Я скажу, ребят Ну вы хоть приведите аргументы Почему эта машина плохая Вот сыпься, сыпься, сыпься аргументы Я смотрю, смотрю, смотрю И большую часть я могу сразу же вычеркнуть Потому что это уже не так Пишут, что вот Синтетический руль Плохая подвеска Нет, отличная подвеска Отличный руль Да, он здесь немножечко легковат Но это кроссовер Что вы хотите Вы хотите, чтобы это спорткар был? Нет Ко всему нужно относиться Соответствующим образом По сравнению с каким-то Ниссан Муран Здесь руль вообще просто Супер чуткий И отзывчивый И супер обратной связи Понимаете? Все в мире, естественно, относительно Вот В целом я думаю, что да Что пришло то поколение китайцев На которых можно ездить И уже так сильно Этого дела не бояться Конечно же есть свои недостатки Я не знаю, например Как можно было сделать автомобиль Без переднего бампера фактически Но опять же У Чингана еще хуже Эта машина не единственная У которой есть такие решения В принципе Так как здесь есть ассистенты В случае чего Она вас сама остановит И разве что Если кто-то вас въедет Тогда уже да Но если вас въедет То за свой счет Ремонтировать, что называется И будут Друзья, наверное Я про этот автомобиль рассказал Сегодня все Что смог про него понять Надеюсь, вам было интересно Надеюсь, выпуск был полезен С вами был Евгений Соловьев До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok